samsung galaxy a 15 не не все так просто оказалось что это полный клон привет друзья на канале . рус с вами андрей в руках у меня новиночка от компании samsung точнее я так думал называется samsung galaxy a 15 такая вот новиночка вот смартфончик и действительно это а 15 как видите на коробке написано но оказалось что с ним не все так просто смартфон относится к начальному ценам диапазона чуть-чуть покруче хорошо приятно удивляющий у нас а 05 а 05 с которым обзревали на канале попроще чем а 25 но при этом что-то в нем был такой неловим и непонятно знакомая оказалось что это полный клон прошлогоднего а 24 тот же самый процессор тот же самый дисплей то же самое блин все но сейчас подробнее все-таки поговорим про 15 все-таки отличие парочек таких есть и довольно таки важные как обычно посмотреть актуальные цены на а 15 на всякий случай на 24 можете по ссылке под видео магазине qq точка ру если останутся опросы всех ждем в комментариях под видео чтобы задать вопросики и собственно поговорить о чем-нибудь хорошем с вас лайк подписка колокольчик давайте пока начнем и конечно напоминаю про наш ежемесячный розыгрыш одного классного смартфона который направил в любую точку российской федерации и множество промокодов на покупку наш магазин условия розыгрыша просты подписываемся наш канал пишем под этим видео показано видео один комментарий главное чтобы он был содержатель если вам повезет и рандом выберет этот комментарий и он будет достаточно содержательным и понятным а не просто спасибо за обзор то возможно вы получите главный приз и будете счастливы условия очень простые подписочка комментарий и удачи удачи по традиции для самсунга в комплекте нифига кроме самого смартфона даже пленочки на дисплей зажали и вот смартфон выглядит ровно точно так же как все остальные самсунги последние два года ну кроме с 20 фе глянцевый пластик как вам удобно очень быстро собирает все отпечатки очень быстро расцарапается и уничтожатся здесь же находится боковая часть также из пластика то есть и только закаленное стекло неизвестный проводитель на лицевой части без чехла без пленки это использовать конечно все не рекомендуется смартфон довольно таки крупный из объясняется это все большим дисплеем 6 полный дюймов вокруг кого в которого еще выстроены широкие такие рамочки по бокам сверху снизу у образа наплыв но в принципе там для дорогого самсунга уже привыкли все это видеть качество сборки хорошее ничего не поскрипывает не лифтит никаких также щелей здесь нет но понятно что дешевый самсунг от него много хотеть не стоит поле вентом управления в a15 остался боковой датчик отпечатка пальца строя боковую клавишу здесь же качелька громкости находится на коммерческого завершения сами грани стали более плотки в саде с прошлым годом сверху дополнительный микрофон шумообновления слева слот для двух sim карт карта поверьте снизу разъем наушников usb type-c разъем и основной единственный динамик стерео в телефоне конечно тоже нет как нет влагозащиты смартфон довольно таки легкий но без чехла могу сказать точно скользкий и эргономика у него из-за этого конечно страдает дисплей используется full hd причем это amoled матрица частотой развертки 90 герц да здесь нету all-us on display да здесь вроде как должен стоять недорогой amoled но могу сказать что это один из самых неплохих дисплеев которые можно найти в принципе в этом сегменте учитывая что это именно oled матрица высокая яркость высокая контрастность очень эффектная темная тема очень жаль конечно что здесь нету all-us on display в отличие от допустим того же самого а24 там он есть а здесь нет но остальное все полностью совпадает настройки там по комфорту для глаз увеличить шрифтом скачать другой какой-то шериф тема оформления так далее дисплей неплохо хорошо реагирует на касание плавность работы также вполне себе комфортно именно в плане вот работы экрана вопросов телефона никаких нет также нет к телефону у меня версия именно 4g дело в том что а 15000 версии 5g я не уверен что она доберется до нас до обзора отличие у них только в одном пункте это процессор моей версии 4g установлен процессорами атаки helio g99 противной памяти у меня 6 гигабайт может быть помощи 4 габайта в случае с версией 5g там будет стоять dimensity 6020 то есть по сути тот же самый процессор но с поддержкой еще 5g так что в принципе особого смысла гнаться за ней никакого нет тем больше в россии допустим 5g не поддерживается и не знаю будет будет вообще поддерживаться работает телефон просто прекрасно процессор мы видели не раз в разных производителях и в риме и в самсунге и а24 тоже хорошо себя показывал до 20000 рублей это действительно король процессоров в системе ничего не лагает не подтормаживает игрушки запускаются играются в том числе какие-то на высоких настройках какие-то на средних настройках и при этом телефон еще и холодный никаких вопросов к этому бюджетному телефона по части предательности нет еще раз да то есть точно такой же все было его 24 ну и конечно же заметим что также здесь оставили емкость батарейки в 5000 миллиампер заряжается от зарядки 25 ватт максимум час 40 уходит до зарядки сто процентов она автономность очень-очень солидная хороший энергоэффективный процессор amoled дисплей опять же тоже весьма энергоэффективный телефон можно смело называть долгожителем дня на 2 при там среднем использовании а то может быть и на 3 телефона точно будет хватать именно в плане автономности в плане того как телефон же будет жить а 15 тоже смело хвалим красавчик по камерам 13 мегапикселей на сэлфи блокировка также проходит по ней все неплохо и все сносно так что в целом по части сав точно тоже никаких вопросов основная камера тройная самая основной модуль 50 мегапикселей и вот здесь отличие со 24 там есть оптической стабилизации в 24 по 15 оптической стабилизации нет на основной камере на электронные широкоугольная камера на 5 мегапикселей и еще камера для макро на 2 мегапикселя и здесь получился такой момент что как раз видимо отсутствует оптической стабилизации а 15 камень по части камеры делает довольно таки спорным решением потому что о 15 явно наблюдается серьезная проблема с фокусировкой смартфон может и умеет сделать вполне себе симпатичный кадр как за свою цену практически к 24 причем касается снимков и при хорошем освещении и при плохом но здесь нет оптической стабилизации и фокус черт возьми куда-то регулярно девается прям вот надо следить за тем чтобы смартфон четко сфокусировался и выдал снимок тогда получается неплохо но сначала я этого не знала конечно множество кадров к сожалению запортил просто над этим надо следить камера не хватает звезд неба она максимально простейшие то же самое касается видео full hd картиночка такая себе но в целом как бы для сода диапазона можно из телефона получить вполне себе удобно варимые снимки опять же радует то что здесь присутствует ночной режим со звуком у телефона тоскливенько есть разъем для наушников есть единственный динамик но на этом пожалуй что всех хорошие новости обычно плоское звучание то же самое касается разъем для наушников все крайне обычно по части связи nfc есть две sim карты gps глонас вайфай 24 и 5 герц тоже работает работает полностью комфортно вопросов не вызвало никаких работает на андроиде 14 версии оболочка ванной версии 61 никаких проблем нет все плюс основные плюшечки за исключением конечно модули искусственный интеллект который остались только в с24 и частично добавить в с23 по сути здесь все осталось то же самое более итог хочу сказать что galaxy a 15 это еще один такой типичный образцовый бюджетный samsung за не шибко много денег мы получаем понятный предсказуемый samsung с очень удачным процессором и по части автономности по части его производительности телефон не тормозит при этом неплохой правда amoled дисплей да то есть и мы по факту имеем что с aps у samsung остался только а 05 и а 05s маловато честно говоря но скажем так что что мы с этим уже сделаем ничего не сделаем здесь имеем неплохой avoled дисплей 90 герц разрешение высокая производительность хорошая автономность тоже камера немного моросит из-за того что с фокусом конечно приколы получились но тут вопрос в целом к телефону придраться особо-то и не за что работает работает ну как бы стерео нет еще что-то но он и стоит не так дорого так что можно обратиться с подской на внимание рекомендую то есть вопросов к телефону у меня лично особо нет другой просто конечно да тут фокус камеры ну вот хотя бы это хотелось бы на каком-то нормальном более менее уровне тут на этот план выходит a24 и говорит ребята я же вот он я тоже самое абсолютно но еще с оптической стабилизации так что еще можете глянуть сколько этот смартфон стоит разница не буквально в 2 миллиметра но оптическая стабилизация в камере дополнительно появится это кстати плюсик а еще лосунь дисплей полосу дисплей в а24 тоже есть в 15 нет так что а 15 хороший крепкий типичный бюджетник на конкурентов у него навалом конечно куча разных китайцев не за дом прохода но выбор как обычно будет за вами доплатить за самсунг за стабильность и понятность или рискнуть и пополучить попробовать чего-то большего не знаю напишите в комментариях чтобы выбрали вы почему и как если останутся вопросы всех ждем в телеграме нашим под ссылка есть под этим видео также будет ссылка на покупку этих смартфонов a15a24 останутся вопросы еще можете задать их нашем youtube канале в комментариях под этим видео с вас лайк подписка колокольчик с вами был андрей kick.ru пока